Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. В столице Франции сегодня открылся российский православный духовно-культурный центр. Он представляет собой комплекс зданий, которые включают собор Святой Троицы. На церемонии открытия присутствовал министр культуры России Владимир Меденский и мэр Парижа Анн Идальго. Комплекс строился два года и выстроен на набережной Бранли в историческом центре Парижа. Как известно, президент России Путин, который должен был присутствовать на открытии, отменил свой визит в Париж, поскольку президент Алант заявил, что в ходе встречи с ним будет обсуждать только положение в Сирии. И вот целый клубок российско-французских противоречий, накопившихся за эти дни, мы сегодня обсудим с нашим гостем Михаилом Гохманом. Независимый журналист. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Мы с вами уже, по-моему, в третий раз встречаемся. Наконец-то он открылся, этот центр. В чем его была главная проблема? Почему парижане протестовали против его возведения? Главная проблема, на мой взгляд, была в том, что центр построен в сердце Парижа, на набережной Бранли. И он, что первый проект, который не был осуществлен, что второй проект, на мой взгляд и на взгляд многих экспертов, совершенно не вписывается в облик исторического Парижа. Ну, надо сказать, что и первый, и второй проект, они, в общем, мало похожи на классическую архитектуру, церковную, русскую тоже. Если первый вариант был чем-то похож на каток или аквапарк, второй вариант похож на стопки нарезанной бумаги. Ну, вот, так сказать, ну, открылся. Открылся собор, насколько я понимаю, пока не открылся. Открылась остальная часть, собор еще где-то год нужно будет расписывать, ставить внутренние убранства. Вот, а, так сказать, центр сегодня открыт. Давайте посмотрим фрагмент выступления российского министра культуры на этой церемонии. Уверен, что центр займет достойное место в ряду культурных достопримечательностей Парижа, а его деятельность послужит сохранение упрощения, добрых традиций дружбы и взаимного уважения, издавна связывающих россиян и французов. У нас на прямой связи наш обозреватель в Париже Семен Мирский. Добрый вечер, Семен. Добрый вечер, Владимир. Скажите, пожалуйста, в чем был такой, может быть, идеологический смысл открытия этого помпезного центра? Вот, как вы считаете, по замыслу Кремля вам слово. Замысел прост и очевиден. Мы присутствуем не только в Париже, мы присутствуем в двух шагах от Эфелевой башни. Мы присутствуем в самом, на очень близком расстоянии от французского министерства иностранных дел и других замечательных достопримечательностей Парижа. Это акт демонстрации политической мощи. И здесь надо сказать, что вдобавок к, скажем, нареканиям эстетического порядка, о которых сказал до меня коллега, что вот, мол, не совсем, а вписывается в представление об архитектуре, классической архитектуре православных церквей. Здесь есть целый комплекс проблем, отнюдь не связанных с духовностью. Российская сторона и лично президент Путин сделали все для того, чтобы этот комплекс получил дипломатический статус. Дипломатический иммунитет даже конкретнее. И немедленно возникает вопрос, почему. Ответ на этот вопрос весьма мало связан с духовностью и прямиком отсылает к судьбе совладельцев российской нефтяной компании ЮКОС, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, с которыми, как мы помним, власти в 2005 году очень круто обошлись. Вспомним также, что решением Третьейского суда в ГАГИ Российская Федерация была обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа колоссальную сумму в 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. В апреле этого года окружной суд ГАГИ отменил этот вердикт, но правительство России на любой случай решило подстраховаться для того, чтобы кому-то не пришло в голову конфисковать или наложить арест на духовно-культурный центр, построенный в сердце Парижа. И чем черт не шутит, если такая возможность возникнет, судебная, то вот вам, пожалуйста, иммунитет. Это только один из весьма недуховных аспектов, связанных со строительством этого центра. Есть еще другие, на которые я укажу, если представится такая возможность в ходе нашей беседы. Спасибо, Семен. Спасибо. С нами на связь вышел Юрий Ильич Рубинский, специалист по истории Франции, руководитель Центра Французских исследований Института Европы. Добрый вечер, Юрий Ильич. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, была ли необходимость в новом центре, по-моему, там у нас всегда традиционно хорошие были помещения для российских учреждений. Почему возникла потребность в новом помпезном строительстве? Вам слово. Ну, видите ли, в период, когда Франция была одним из главных направлений иммиграции после Гражданской войны в России, и было общее число иммигрантов во Франции достигло 350 тысяч, и значительная часть их не была в Париже, то по понятным причинам, так сказать, православие, русское православие в Париже было представлено прежде всего Константинопольским патриархатом и зарубежной церковью. Сейчас она слилась уже, самориквидировалась, а что касается константинопольцев, то они по-прежнему уже какое-то третье, четвертое поколение, их, сколько, не так много осталось, потомков той первой эмиграции, и им по-прежнему, ей, этой константинопольцам, по-прежнему принадлежит собор Александра Невского на Рю-Дарю. Это очень, собственно, главное, так сказать, твердение, если хотите, русского православия во Франции. До сих пор не удавалось, и, в общем, пока, видимо, нет перспектив для того, чтобы константинопольцы уступили этот собор русской православной церкви в московской патриархии. Так что, в какой-то степени, это символический, если хотите, реванш за еще времена после гражданской войны. Вот так вот. Ну, это не только исторический, конечно, реванш, это политический, это уже очень важное событие. Ну, а что касается вообще значения этого центра, я бы сказал так. Так, я считаю, что было бы, ну, оптимальным, если в будущем деятельность его, оно будет, безусловно, развиваться, его бы в деятельность включала в себя экономические элементы. После свидания на Кубе, впервые вообще в истории патриарха и папы Ремского, диалог между разными конфессиями христианства, в общем, получил большой толчок. Это первое. Во-вторых, во Франции главная сейчас проблема, связанная с религиями, это ислам. Вторая конфессия во Франции сейчас. Вот. В России он тоже представлен. Если бы этот центр, с точки зрения, вот именно духовной, включал в свою деятельность диалог религий, а не только в представительство русского православия, перед рисованной, естественно, в основном соотечественниками, никому больше, а их не так уже безумно много, вот, то это было, мне кажется, положительно. Но пока этого нет. Спасибо, Юрий Ильич. С нами на связь вышла Наталья Каневская, Сапкор, Радио Свободы во Франции. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Владимир. Насколько убедительно выглядела мотивировка отказа Владимира Путина приехать в Париж? По-моему, там не все поверили в искренность его слов. Вам слово, Наталья. Ну, вы знаете, здесь все говорили о том, что было бы очень странно, если бы он не отменил этот свой визит, просто потому что высказывание Франсуа Уланда в преддверии этого визита во французских СМИ были, ну, даже сами журналисты здесь это признавали, что они были вопиющими, поскольку интервью французским СМИ сказал, что он не очень уверен по поводу того, нужно ли ему встречать Владимира Путина во время его приезда сюда. То есть здесь в это время шли дебаты о том, после такого высказывания приедет ли Владимир Путин сюда, и обозреватели здесь совершенно открыто говорили, что Путин, будучи умным политиком, конечно, после подобных заявлений своего французского коллеги этот визит точно отменит. Спасибо. Михаил, как по-вашему, вот, может быть, не хватало уже помещения на Рю-Дарю, нужно было в Новый Собор построить, или это явно какая-то экспансия, наступление православной религией? Тут есть еще одна вещь. Ну, Собор на Рю-Дарю не относится к православной церкви московского патриархата. И не был зарубежным. Он константинопольский. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Ведь центр построен, в том числе и церковь, построена целиком за бюджетные деньги. Курировал это строительство Владимир Кожин. И когда на пресс-конференции в резиденции посла российского во Франции господин Кожин рассказывал о начале строительства, я пытался ему задавать вопросы. Он от этих вопросов уходил о стоимости строительства, о цене, за которую был куплен участок земли. Кожин сказал очень смешную вещь. Он сказал, что эти данные засекречены по требованию французской страны. Что абсолютно неправда. И, в общем, не секрет, что за землю было заплачено больше 60 миллионов евро. Но это только начало, потому что само строительство целиком вместе с землей обошлось больше 200 миллионов, по некоторым данным. Да, дадим слово Семену Мирскому. По некоторым данным, подрядчиком была французская компания Буиг. Как, по-вашему, это дорогостоящий вообще такой контрагент? Вам слово, Семен. Компания Буиг самая престижная из больших французских строительных ферм. И, разумеется, большому кораблю большое плавание. И, во сколько бы ни обошлось строительство этого комплекса, заведомо было ясно, что если, когда и если проекту суждено реализоваться, то подрядчиком со стороны Франции будет именно эта гигантская фирма Буиг, строящая здания любого профиля на пяти континентах. Что же касается того же момента, о котором уже упомянули до меня и Юлия Рубинский, и Михаил Гохман, о том, что факт строительства этого комплекса в центре Парижа равнозначен попыткой прибрать к рукам имущество русской православной церкви, находящейся в странах Западной Европы. И я напомню о тяжбе, которая закончилась примерно пять лет назад, предметом которой был собор святого Николая в городе Ницце. Тоже очень старый, очень такой престижный собор, очень интересный в архитектурном отношении, равно как и собор святого Александра Невского на Рю-Дарю, освященный, напомню, в 1861 году. То есть это совершенно уже иные представления о времени, когда этот собор был освящен. И здесь, конечно, до меня уже был упомянут этот момент, таящий в себе возможность обострения в отношениях между православными, живущими на территории Западной Европы, которые считают своим, так сказать, духовным отцом патриарха московского и всей Руси Кирилла, и теми, которые хранят верность патриарху Константинопольскому. И здесь одно интересное заявление для Пищати, которое опубликовал сегодня историк православных общин Западной Европы Антон Оржаковский, который сказал, новый культурно-религиозный центр на набережной Бронли – это странная смесь религий и политики. В этой связи Оржаковский напомнил, что в России, как и во Франции, церковь официально отделена от государства. Такая вот гремучая смесь. Напомним, что разрешение на строительство этого центра было дано в 2007 году, когда президентом Франции был Николай Саркози, и тогда был очередной, ну скажем так, медовый месяц во франко-российских отношениях. И еще одна деталь, касающаяся места, на котором сегодня зиждется этот центр, это деталь, способная вызвать улыбку. Когда примерно 10 лет назад было принято решение перенести центр главного метеорологического управления Франции с набережной Бронли в другое место, то Саудовская Аравия заявила о своей заинтересованности построить именно на этом месте центральную мечеть Парижа. Вскоре после Саудовской Аравии о своем намерении построить на этом же месте православный культурно-духовный центр заявило правительство России. Правительство Франции оказалось перед непростой дилеммой строить церковь или мечеть. Но церковь, как видим, победила. И уже до меня было сказано, что правительству России этот комплекс обошелся в сумму без малого в 200 миллионов евро. Спасибо, Семен. Слово Юрию Ильичу Рубинскому. Юрий Ильич, мы помним, что год-два назад были такие подозрения, что конфигурация куполов на этом храме напоминает такую, что ли, антенну параболическую и может вестись оттуда шпионская какая-то трансляция. Как по-вашему, это было какое-то проявление шпиона мании или это реальное подозрение? Вам слово, Юрий Ильич. Видите, место расположения в сегодняшней технологической реальности перехватывающих устройств, ну, это, собственно говоря, действие Национального агентства безопасности США, то оно показывает, что это не имеет такого принципиального значения. Так что я не думаю, что лично, я не знаю, не в курсе дела там инженерных, что ли, особенностей этой постройки, но думать о том, что это специально была какая-то шпионская база, я, честно говоря, сомневаюсь. Вопрос Натальи Каневской. Наталья, а говорят, что такая большая прибыла делегация российской интеллигенции и там еще, по-моему, даже конгресс русскоязычной прессы. Вот что это, это под эгидой Кремля тоже эти два мероприятия? Вы знаете, я вот просматривала в этой связи французские СМИ, они как-то не обратили внимания на размер российской делегации. В основном все только говорили о том, что несмотря на отсутствие Владимира Путина, все-таки инаугурация состоялась, и отмечали особенно присутствие, естественно, министра культуры и посла России во Франции, Орлова на этой церемонии. И французы также особо отмечали, что со стороны Франции на этой церемонии не смогли присутствовать какие-то очень высокопоставленные чиновники. Пожалуй, наверное, самым высокопоставленным из них была Анна Идальго, как уже было упомянуто, мэр Парижа. Помимо нее здесь была Рашида Дати, которая является мэром седьмого квартала Парижа. И был здесь всем известный представитель национального фронта, крайне правой, праворадикальной партии Жильбел Колар. А это медиа, конечно, во Франции очень подчеркивает, поскольку именно национальный фронт считается партнером России здесь во Франции. Что же касается российской делегации, то отмечается, что не смог приехать патриарх Кирилл, видимо, поскольку не приехал президент. И, в общем-то, вот такой, скажем так, низкий профиль этой делегации. Но по поводу ее масштабов, скажу честно, я не вижу во французских СМИ каких-то таких особых упоминаний. Спасибо, Михаил. Я помню, вы писали в статьях об этом как раз подозрении. Ну, это писал не я, это писала газета «Новель обсерватор». Значит, они, в частности, писали об обеспокоенности французской разведки. И они шутили, может быть, и всерьез говорили, что российская техника устарела, поэтому они вынуждены маскировать аппаратуру для прослушки куполами православного собора. Но то же издание утверждало, в частности, в то время, это был, если я не ошибаюсь, 12-й год, что концентрация российских разведчиков во Франции необычайно велика и увеличилась в то время. Да, давайте Семену дадим слово. Семен, как, по-вашему, вообще французская общественность, она гостеприимно встретила вот эту идею расширения Росского культурного центра? Или уже к тому времени начались напряженные трения между Москвой и Парижем? Вам слово. Вы знаете, я не особенно заметил такого большого движения, если судить по откликам средств массовой информации, ну, открыли центры, открыли. А кроме того, то, что, скажем, политический почерк российских государственных деятелей таков, что всегда происходит подмена ценностей, всегда на первый план выдвигаются какие-то, так сказать, духовные и даже иногда гуманные интересы, а на деле все оборачивается совершенно, ну, я уж не знаю, как сказать, безобразием, понимаете? Все это ведь, вся эта напряженность вызвана отнюдь не строительством российского культурно-православного центра в Париже, а напряженностью, напряженностью царящей в Сирии и абсолютным отсутствием согласия и согласованности между Россией с одной стороны и западными державами с другой. Так что вся эта, я уж не знаю, как сказать, суматоха вокруг открытия русского культурно-духовного центра оборачивается всего лишь деталью, не очень большой, не очень важной деталью, гораздо более широкого и объемного комплекса, имя которому растущая напряженность между Россией и Западом, иногда переходящая грань уже холодной войны, понимаете? И это, повторяю, всего лишь незначительная деталь значительного ухудшения российско-западных и, в частности, франко-российских отношений. Спасибо вопросу, Юрий Юрьевич. С каким периодом российско-французских отношений вы бы сравнились с сегодняшнее время, когда и санкции применяются, и вот отказался президент приезжать? По-моему, я такого даже не припомню. Ну, трудно подоскать какие-то четкие параллели, чтобы все сложилось именно таким образом, как сейчас. Я бы сказал, что это действительно не только с конца Холодной войны, уже в период, скажем, перестройки в Советском Союзе отношения были значительно лучше, но и даже в более предшествующие периоды, я бы сказал, что французские отношения знали, так сказать, колебания, вот, скажем, первые три года, два года, значит, президентства Миттерана, было определенное снижение общей в мире обострения Холодной войны, но в прицелом я бы сказал, что качество этих отношений было, в общем, стабильно выше, чем в среднем, как говорится, между Советским Союзом и Западом, и, я бы сказал, и постсоветской России тоже. Сегодня, значит, я бы сравнил это с такими острыми периодами, ну, скажем, если брать тот же Ближний Восток, как, скажем, Кимпурская война 73-го года, ну и даже более ранние периоды, связанные, там, скажем, с Венгрией, там, Афганистаном, там, и так далее. Вот, так что сегодняшнее общее состояние в делом мире, градус напряженности, он не мог не затронуть франко-российские отношения. Это было неизбежно, в каком-то смысле, и это об этом только можно сожалеть. Просто так получилось, что история с этим, с культурно-православным духовным центром, стала заложницей. Действительно, в этом я уверен, совершенно есть правильно, предыдущий, значит, наратор это говорил, то, что происходит, там, скажем, на Ближнем Востоке, в той же Сирии, но и не только Украине, вот сейчас будет реанимироваться как-то норманский формат, вроде бы, но этого только можно пожелать, этому успеху, а в Сирии тупик, в общем, значительный. Что было характерно в реакции российского президента Путина на вот отмену его визита. Но это было, собственно, неизбежно. То, что Франция играет сегодня в Сирии у регулирования сирийского конфликта меньшую роль, чем, в общем, во всем случае, не основной, это было очевидно, и он на это указал просто. То есть, тогда французам было сказано, что если для его визита главной темы, если не единственной, будет вообще Сирия, а известно было, что вот судьба французской резолюции, проекта французской резолюции Собези была, значит, известна, это было вето России и Китая. Вот, с одной стороны, и российская варианта тоже, то есть в этих условиях, конечно, трудно было ожидать какого-то продуктивного результата об обмену мнения по этому поводу. А, соответственно, видеть, так сказать, совместное открытие этого центра, там, визит на выставку коллекции Вщукина и так далее, выглядело бы действительно неуместно. Так что это было как бы неизбежно. И вот этот факт, что вот проблема, скажем, открытия культурного центра и сирийский кризис оказались в одном пакете, это можно только сожалеть. И, в общем, я считаю, что эта взаимосвязь не только что негативна, но, в общем, неизбежно скажется на состоянии вообще общих российско-французских отношений вплоть до выборов президентских и парламентских. Когда, видимо, многие вещи изменятся. Спасибо, Юрий Ильич. Вопрос Натальи Каневской. Вот раз не встретились в Париже, тем не менее, французский и российский лидер сейчас увидятся в Берлине. Как по-вашему, вот насколько российская тема будет превалировать в предвыборной дискуссии при выборах главы французского государства? Вам слово, Наталья. Вы знаете, да, вот вы правильно подметили, что не встретились в Париже, встретятся в Берлине. Собственно, я просто хочу отметить, что вот этот визит, который не состоялся у Владимира Путина в этот раз в Париж, он ведь не был официальным визитом, он не был приглашен Франсуау Ландом. То есть здесь тоже не видят в отмене этого визита такого уж, ну скажем так, дипломатического казуса и скандала. И, естественно, все пишут во Франции о том, что, ну вот, теперь в Берлине поговорят о том, о чем не поговорили в Париже, и снова как бы решат все эти недоговорки, имеющиеся разногласия, решат теперь там, на германской земле. Что касается предвыборной риторики здесь во Франции, да, российская тема здесь присутствует. Очень интересен был дебат на прошлой неделе кандидатов на партийных выборах «Правого крыла» и «Центра». Выступали несколько кандидатов на лидерство в партиях «Правого крыла» и, соответственно, будущие, возможно, кто-то из них, будущий кандидат на президентских выборах следующего года. И эта тема была затронута только в сирийском контексте. И, естественно, по обыкновению Франсуа Фион, это бывший премьер-министр Франции, известный своими очень теплыми, тесными связями с Россией, отметил, что надо все-таки в сирийском контексте говорить со всеми сторонами. Ну, вот так он как бы обошел конкретно Россию, но, тем не менее, призвал всех говорить со всеми, чтобы решить этот вопрос. Даже Николя Саркузи, который, в общем-то, в 2007 году подписал вот это соглашение о строительстве русского культурного центра и соглашение о продаже мистралей России, даже он не нашел мужества открыто во время транслировались по первому каналу французского телевидения сказать нечто, что могло бы быть истолковано как его симпатия по отношению к нынешней России и его стремление улучшить отношения. Хотя всем известно, и журналисты об этом пишут, что в каких-то более закрытых кругах, на каких-то партийных встречах партия республиканцев обычно высказывает довольно-таки теплые, ну, скажем так, высказывания звучат достаточно позитивные в отношении России, и сам Николай Саркузи обычно высказывается за отмену санкций против России, за улучшение франко-российских отношений, но тем не менее, вот когда речь идет об общенациональных таких событиях, как эти дебаты, ни у одного из будущих, возможно, кандидатов в президенты Франции не нашлось мужества сказать открыто, что вот я выступаю за потепление между Францией и Россией, что мы ведем, возможно, не очень правильную политику и так далее. Просто это свидетельствует о том, что сегодня французский мейнстрим уже отошел от этого мнения, что необходимо любыми силами эти отношения поддерживать на предыдущем, на былом уровне, и что все же нужно видеть какие-то аспекты, какую-то критику по отношению к России, и нужно, в общем-то, ее анализировать, а не слепо закрывать на нее глаза. Спасибо, Наталья. Михаил, вопрос. Помните, вот были истории многочисленной конфискации российской собственности по долгам в фирме НОГА? Как по-вашему, может ли возобновиться эта ситуация, если, например, акционерам французским ЮКОСа Кремль не выплатит дивиденды? Значит, я, во-первых, хотел дополнить то, что было сказано вот сейчас Наталье Каневской, артикулировать это дело в том, что Путина никто в Париж не приглашал. Приглашения президенту России приехать во Францию не было. Владимир Владимирович хотел сам поехать и считал, что это будет такая легкая, приятная поездка, поход в музей, открытие центра, беседа с Франсуа Оландом. Но Оланд сказал, хорошо, если он хочет со мной встретиться, да, мы с ним встретимся, но будем говорить только о Сирии. О Сирии Владимир Владимирович был говорить не готов. Поэтому в Берлине будет совершенно другая встреча. Щелчок был понусу, конечно. Она, точнее, она сейчас как раз и происходит. Вот, то, что касается повторения истории с фирмой Нога, сказано уже было, что очень, вот, во время этой передачи, что действительно у здания, построенного во Франции, оно обладает дипломатическим иммунитетом. Там расположена в том числе некоторая часть здания принадлежит посольству. Соответственно, все здание обладает дипломатическим иммунитетом, и ни здания, ни земля под ним не могут быть предметами чьих-то посягательств. Поэтому, к сожалению или к счастью, для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, акционеры ЮКОСа не могут ни на что претендовать. Эксидиториальность называется. Да. Семен, как по-вашему, могут ли возобновиться вот эти конфликтные ситуации, подобные давним спорам вокруг имущества российского, и в частности, конфликт по подобию с фирмой «Нога». Вам слово, Семен. Бесспорно, знаете, заглянуть в будущее очень трудно, но я уже сказал раньше, что именно поскольку был иск Ходорковского и его совладельцев ЮКОСа, и было решение суда в ГАГе, и все последующие перипетии этого дела, именно поэтому российская сторона с самого начала проводила четкую политику для того, чтобы дать этому культурно-духовному центру иммунитет, приравнять его по статусу к посольству России в Париже с тем, чтобы исключить всякую возможность посягательств на российское имущество за рубежом. Я хотел бы еще несколько развить тему, коль скоро вы, Владимир, упомянули возможность влияния всех этих осложнений во франко-российских отношениях и возможного влияния событий на предвыборную кампанию во Франции, президентскую кампанию, то я хотел бы добавить следующий момент. С некоторых пор Россия, даже я сказал бы, лично Владимир Путин разыгрывает здесь, во Франции, политическую карту национального фронта. Есть такая деталь, российское правительство предоставило лидеру партии национальный фронт Марин Лепен небольшой, но такой заем в порядка 8 миллионов евро, выразив тем самым свое отношение к предвыборной кампании во Франции и сделав символическую ставку на именно эту партию. Учитывая, что говоря о президентской кампании в Соединенных Штатах, есть как бы некое, ну, я уж не знаю, как это назвать, сближение интересов кандидата от республиканской партии Дональда Трампа и многочисленное высказывание российской стороны в поддержку скорее Трампа, чем Гиллари Клинтон, невольно вспоминается известная пословица «Скажи мне, кто твои друзья». И здесь я бы сказал, что не случайно совершенно факт присутствия на сегодняшней церемонии открытия Российского культурно-духовного центра второго и третьего лица в иерархии партии «Национальный фронт», это присутствие само по себе далеко не безобидно и говорит о приоритетах российской политики. Окажется ли эта карта выигрышной, мы узнаем в мае будущего года, когда здесь состоятся президентские выборы, но выбор сделан, и я думаю, что этот выбор в пользу партии «Национальный фронт» грозит дальнейшими осложнениями в отношениях между Парижем и Москвой. Спасибо, Юрий Ильич, вопрос. Юрий Ильич, как Вы считаете, будет ли российская тема вообще отношения с Россией иметь принципиальное значение в ходе предвыборной дискуссии? Образум. Эта дискуссия, ну, конечно, затрагивает все проблемы внужения внешней политики, но внутриполитические темы, в широком смысле этого слова, они будут, конечно, и играют уже сейчас, и будут играть до конца основной роли, без всякого сомнения. Если и будут какие-то неожиданные такие, что ли, кризисные моменты, они могут быть связаны, например, с крупной новой теракт, скажем, ближе к выборам и так далее. Так что для не только для нынешней, но вообще для французских выборов внешнеполитические темы, да и не только во Франции, в той же Соединенных Штатах российская тема в этот раз прозвучала гораздо громче, чем во всех предыдущих кампаниях. Во Франции я бы не сказал, что это так. До сих пор этого не было, и я думаю, что и не будет. Ну, если, конечно, не случится что-то совершенно чрезвычайно, но пока я это не вижу. Я бы сказал только вот что, что в том случае, если президент Аланд все-таки выставит свою кандидатуру до второй срок, он об этом должен объявить согласие или намерение или нет в начале декабря, то тогда он уже сейчас, собственно говоря, в предкомпании какой-то, так сказать, ну, в принципе, в коммуникации Хелесейского дворца внешнеполитические темы действительно выдвигается на больше, более значительное, более заметное место, чем внутренне по понятным причинам. Президент Аланд считает, что его деятельность в так называемых королевских областях, то есть внешней политике, обороне, ну, более выигрышно смотрится, нежели результаты его деятельности в экономической и социальной сфере. Это очевидно. А вот, что касается его оппонентов и оппозиции, то есть справа и слева на крайне левом фланге Меланшон и другие люди крайне левые, они его критикуют именно за это. То есть международная тематика, тем более российско-французские отношения не играет и не будет играть решающий рост. Спасибо. Хотел бы у Натальи спросить. Как вы считаете, вот, если бы выборы были завтра, кто бы мог на них лидировать и был ли бы второй тур? Вы знаете, Владимир, очень сложный вопрос, но Франсуа Лан точно бы не лидировал на этих выборах, потому что по всем опросам общественного мнения его позиции крайне слабы, его недаром в последние годы называли самым несостоявшимся, самым непопулярным президентом Франции, Пятой Республики за все время ее существования, он действительно не вызывает у французов доверия почему-то этот президент, хотя когда слушаешь его выступления, вещи, он говорит, связные и достаточно логичные, но вот нет в нем той харизмы, которую, возможно, бы хотели видеть французы, но вот как говорил предыдущий ваш собеседник, действительно в социально-экономической сфере он получил все-таки Францию в не самом лучшем состоянии, в не самый лучший момент, когда кризис был в самом разгаре и в первую очередь он не сдержал свое самое главное предвыборное обещание, это существенно сократить уровень безработицы и ему все время это как бы представляют в укор то есть если бы сейчас проходили во Франции выборы можно было бы сказать, что Оланду не имеет смысл выставлять на них свою кандидатуру Николя Саркози сейчас очень сильно находится в состоянии как бы все еще своих юридических тяжб хотя он постоянно и везде заявляет о том, что он постоянно был его постоянно обвиняли но и вместе с тем постоянно признавали невиновным то есть никакой вины за ним доказано так и не было поэтому он считает вполне с этической точки зрения вполне совместимым со своей будущей политической карьерой свое присутствие в качестве кандидата на выборах но его популярность во французском обществе тоже нельзя назвать очень высокой в настоящее время сейчас здесь говорят о двух скажем так молодых звездах представителей представителях молодого поколения это бывший министр Бруно Лемер который собирается баллотироваться тоже на выборах в президенты и который как раз подчеркивает тот момент что он молод и что он может дать какую-то альтернативу во французской политики и по опросам у французов он вызывает довольно-таки большие симпатии и второй это Эммануэль Макрон который еще до недавнего времени являлся министром экономики во Франции ушел с этого поста именно для того чтобы готовить как раз-таки свой приход на выборы президента вот этих двух молодых людей называют сейчас вполне реальными кандидатами на будущих выборах и вполне возможно будь выборы сегодня они могли бы своей риторикой как раз привлечь немалое количество избирателей спасибо Михаил вы как считаете сулят ли президентские выборы во Франции сюрпризы ну давайте мы подождем пока начнется хотя бы подготовка реальная подготовка к избирательной кампании регистрация кандидатов да ну европейская политика более предсказуема чем российская но тем не менее сложно предсказывать на такой срок вперед я думаю что особых сюрпризов не будет да ну как вы считаете вообще вот в целом усиление популярности правых оно заметно особенно после терактов вот в Ницце или в Шарлиебду вы знаете усиление популярности правых да но я более чем уверен что на президентских выборах успех крайне правым не светит вы имеете ввиду Марин Лепен да конечно и те деньги которые партия получила ну не напрямую конечно от российского правительства но по некоторым данным от банков контролирующихся россиянами я думаю что эта история тоже не сыграет Марин Лепен на пользу вопрос Семеном как вы считаете вот Кремль какие-нибудь уже проявил симпатии относительно будущих кандидатов на французских выборах что он может именно делать ставку на какого-то конкретного претендента как вы считаете я думаю Владимир что вот упомянутая сумма заем не знаю как это называть суда порядка 8 миллионов евро о чем-то говорит о чем-то говорит и когда знакомишься я это делаю не регулярно но иногда бывает с некоторыми комментариями в российских масс-меди то все-таки иногда проходит звучит этот момент что вот Марин Лепен все-таки ну я уж не знаю там наиболее симпатичная наиболее к тому же миловидная из всех кандидатов в президенты кроме того здесь я не хочу вступать в принципиальный спор с Натальей Каневской но она говорила о перспективных молодых кандидатах в президенты если вы бы мне задали тот же вопрос Владимир я бы ответил так участие Марин Лепен во втором туре президентских выборов практически ни у кого не вызывает сомнения ибо национальный фронт сегодня самая большая политическая партия Франции и вопрос лишь в том кто сумеет одержать победу то есть победить Марин Лепен во втором туре выборов и здесь если ну это немножко похоже разумеется на рулетку но мое предчувствие подсказывает что победит Марин Лепен не один из названных Натальей молодых претендентов то есть Брэдулли Мэр и Эммануэл Макрон а победит самый старый из кандидатов правоцентристской партии а именно Ален Жупе в пользу которого сегодня говорят все опросы общественного мнения спасибо большое Семен сейчас с нами на связь вышел Алексей Тарханов корреспондент в Париже издательского дома коммерсант добрый вечер Алексей как по вашему украсил ли новый российский православный духовно-культурный центр набережной Бронли как эстетическое ваше чувство как подсказывает я бы не сказал что он ее страшно украсил я бы не сказал что он ее страшно испортит купола этого центра видны с двух трех точек когда вы переезжаете мост и с двух трех точек когда вы идете по набережной Бронли на этом месте стоял дом 50-х годов который принадлежал радио Франс ну такой дом и дом себе пятиэтажный или шестиэтажный серый который долгое время стоял пустым сейчас на этом месте четыре корпуса которые построил Жан-Мишель Вельмот и через эти четыре корпуса еще просвечивает дальняя стена дворца Альма и в общем это выглядит неплохо а как по вашему ощущается ли какая-то великодержавность в этой архитектуре ваши коллеги журналисты считают что Москва пытается утвердиться как носитель традиционных ценностей там в центре Парижа и такой цитадель если Москва если Москва строит там церковь то да она пытается утвердиться в качестве носителя традиционных ценностей своих своих религиозных ценностей но кроме того не забываем что этот участок отныне принадлежит России в качестве дипломатической собственности это еще важнее наверное для чиновников которые этим занимались а как на ваш взгляд ощущается ли там может быть какая-то помпезность или может быть именно кричащая какая-то роскошь потому что говорят что дорого стоят услуги французской компании Буиг которая возвела этот центр нет там сейчас ничего не кричит более того внутри там совершенно пустой храм его раскрасит русские иконописцы которые приехали из Москвы может тогда что-нибудь закричит а пока это выглядит спокойно как большой белый просторный дом культуры может быть даже бывшая церковь откуда все вынесли большое спасибо напомню что это был Алексей Тарханов Сапкор в Париже из Дальского дома коммерсанта теперь вопрос Юрия Ильича Рубинского Юрий Ильич как вы считаете как скоро может наступить потепление между Москвой и Парижем или не раньше чем Крым вернется в состав Украины я думаю что что-то может сдвинуться так сказать раньше но это во-первых зависит от общей международной обстановки нет такого сомнения но многое будет конечно зависеть от того кто будет определять французскую политику не просто персонально а политически после завершения нынешнего политического цикла то есть после президентских и парламентских выборов они будут в июне президентские в апреле в мае и от этого будет зависеть очень многое конечно но делание конечно даже не внутри французских политических так сказать раскладов но прежде всего в дальнейших перспективах Франции в Европейском Союзе и в более широком плане значит в отношениях восток запад я думаю что здесь Франция могла бы конечно теоретически сыграть такую же роль как она не разыграла в прошлом то есть пионера размораживания отношений для этого у нее потенциально есть определенные возможности все будет зависеть конечно от того насколько эти возможности станут реальностью насколько они будут просто ну просто что ли по плечу и силам и людям которые будут Францию возглавлять ну и если хотите просто объективного положения Франции в мире и в Европе спасибо Михаил как вы считаете может ли за это оставшееся время до выборов Франции присоединиться к списку Магнитского или к списку Немцова который российская оппозиция пытается там пролоббировать так бы я сказал аккуратно нет ну почему Франция присоединилась к станциям против конкретных чиновников всяко может быть очень многое будет зависеть от сегодняшней встречи которая сейчас идет в Берлине да ну и от того что дальше будет и в Сирии и на юго-востоке Украины все связано вопрос Наталья Каневская Наталья вот мы знаем что канал Раши Тодей по-моему нет французской редакции но как ощущается вообще во французской медиасфере пропагандистская кампания которая развязана Кремлем в оправдании своих действий и в Сирии и в Донбассе вы знаете я не очень смотрю телевизор но у меня вот обычный пакет у меня нет русских каналов и нет Russia Today поэтому я вот как-то меня эта компания миновала но во французских СМИ они писали лишь одно и писали в печатных изданиях что в России объявили третью мировую войну хотя никто в мире еще об этом не говорит а в России ее уже объявили вот это как-то привлекло внимание французских журналистов что вот такой вопиющий факт говорят о российской пропаганде открыто говорят о том что мозги там промывают совершенно вопиющим образом но вот как-то особого значения здесь этому никто не придает здесь это видят как ну свершившийся уже существующий факт да ну дай бог чтобы единственным проявлением этой третьей мировой войны был отказ российского лидера поехать в Париж причем даже не встретиться с главой французского государства с которым он и так встретился а просто приехать во французскую столицу большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира напомню что в столице Франции открылся все-таки православный духовно-культурный центр представляющий собой комплекс зданий включающих собор Святой Троицы и вот это событие стало поводом нашей сегодняшней беседы о российско-французских отношениях на волнах радио свободы звучала программа грани времени в микрофон работал Владимир Карамурзов старший редактор программы Андрей Трухан продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов Редактор субтитров